Какие причины возникновения конфликтов? Человек сильно хочет счастья. И самое сильное желание в жизни человека, это желание любви. Вот каждый ребенок, я помню, мне было всего три или четыре года, я влюбился. Какая-то девочка маленькая увидел и влюбился сильно. Три-четыре года мне было. Потом я все время вспоминал ее. Даже в этом возрасте люди влюбляются. То есть все люди хотят любви с самого детства. Потому что так устроен человек, то есть мы души, вечные души и мы хотим любви, мы не можем жить без любви. И это желание любви, оно колоссальная сила в психике человека. Все люди хотят постоянно, думают об этом, о любви, они хотят любви. И представьте, ты полюбил кого-то и, не дай Бог, она выйдет с тебя замуж. И что тогда? Вот девушка, что значит ждет парня? Девушка ждет парня, что это значит? Это она значит хочет нежности, ласки, заботы, внимания, цветов. Ну это самое первое, там я уж не говорю про деньги, квартиру, там я не говорю. Это самое первое, нежности, ласки, внимания, заботы, цветов. Она сама первое, что она хочет. И она бросается на него с этими желаниями. Он думал, что это все как бы, ну он-то, когда любился, он думал, это все по-другому будет. Это что она будет ему кибать вот так вот, говорит, а мой хороший, будет ему улыбаться все время, будет ему вот так смотреть, он такой классный. Вот он этого ждал. Оказалось, надо нежно говорить что-то, нужно цветы дарить, нужно ухаживать, нужно то-что пятое-десятое, он-то этого не думал. Каждый под любовью что-то свое понимает. И что получается вместе, когда два желания сильных, противоположных желания состыкуются? Вот девушке легко вот так вот все время, парни? Да, мой хороший. Легко? Легко? Не очень тяжело. Он там что-то чудачит, а ты должна смотреть, как будто он правильно сделал. Ему так хочется. Это для него любовь. Или он, допустим, там поругался с начальником, вообще как придурок себя повел, жене рассказывает это, она должна сказать, конечно, начальник не прав, это прав, конечно. Легко? Нет. Или, допустим, он такой, мужчина, когда влюбляется, потом девушка ему подчинилась, вот такой вот такой. Это у нас будет так. Это будет так. А сам вообще ничего не соображает в семейной жизни. Но она так считает. Допустим, особенно когда он лезет в те зоны, в которые вообще не надо лезть. Вот, допустим, мужчине не надо говорить, где будет стоять шкаф в доме. Потому что женщина, она очень сильно привязана к обстановке. Мужчина тоже привязан, но не так сильно. Женщина, она очень сильно, вот ей, если шкаф вот здесь будет стоять, а не вот здесь, она спать даже не сможет ночью. И надо, чтобы он вот здесь стоял, и все. Или какого цвета будут обои, допустим, муж говорит. Ну вот и живи с этим цветом сам вот здесь, в этой квартире. Она так, ну как бы, почему она так говорит? Да потому что она не может в этой квартире с таким цветом обои просто жить. Так, женщина я правильно говорю или нет? Да. Мужчины, вы знали об этом вообще, что она не может, вот, ты хочешь такого цвета, почему ты хочешь? Потому что так астролог сказал. Она говорит, ну и живи со своим астрологом, что ты со мной тогда решил жить? Почему она так говорит? Ну потому что она не может жить вот с этим цветом обоих. Мужчину вообще даже не знал бы. Он не знает, допустим, вообще, как устроена психика женщины. Например, если женщине вот просто, ну вот так, ты же как мужчина, когда такой ей, ну понимаешь, как правильно. Ну хочется же жене вот повоспитывать. Это так приятно вообще мужчине, так приятно вот сказать. Вот как вас зовут? Алёна. Алёна, да знаешь вообще, он баба баба, пошёл. Вам приятно? Ну такое. Не очень, да? Ну вроде бы любишь как бы, но что-то не очень как-то приятно. Когда мужчина начинает строго вот так, грубо женщине что-то говорить, у нее психика напрягается, такая, она такая, чувствует, что она уже не может это слушать, всё. У нее даже, она не соображает, что он хочет, вообще не понимает, потому что ей аж голова начинает болеть и плохо становится от этого давления психического. Так или нет, женщина? А он что-то ещё хочет в это время от тебя? А мужчина, он такой, э-э-э-э-э, он думает, что она его внимательно слушает. А она что в это время смотрит на него и думает? Скорее бы он закончил. Да? Всё, что она думает. Больше ничего. Потому что она всосать не всё, когда в таком тоне мужчина что-то говорит, она вообще не может ничего всосать. Потому что она очень ранимая. Любая женщина с детства очень ранимая. Она такая, ей с ней надо аккуратненько вот так все вести. Даже женщина, она не всегда же себя аккуратненько ведёт. Она иногда эмоционально. Там начинает эмоционально себя вести. А с ней надо, да, моя хорошая, да. Она только такого ждёт. Даже если женщина ведёт себя эмоционально, мужчина всё равно должен вести себя с ней, да, моя хорошая, аккуратно. Потому что если он не будет неаккураженно себя вести, будет ещё хуже. Она тогда эмоциями его вообще просто порвёт. Почему? Потому что мужчина не может вообще терпеть женские эмоции. Если женщина хочет до мужчины что-то донести, она должна успокоиться сначала, а потом аккуратненько сказать, как будто это её вообще никак не волнует. Когда с работы, знаешь, мой хороший, когда с работы приходишь, ты сначала снимай опыт, потом иди на кухню. Ну, как будто её вообще не волнует. И он скажет, хорошо, и будет так делать. Но если она ему будет объяснять, что вот ты знаешь, как я вообще полы мою. Что мне надо каждое пятнышко там оттирать по пять часов, потому что я не могу, минимум этого пятнышка прокатить, а потом спать не смогу. Мне надо, чтобы всё было вот чисто, а ты прошёл один раз в обуви, если ещё, не дай Бог, это засохнет, я вовремя не заметила. Тогда мне потом это всё часа два потом драйвить. Ну, как бы ей это сложно всё ему объяснить. Потому что женщина, она сильно зависит от чистоты. И она, если чистоты нет, она нормально жить не может. Ей нужна чистота. Как жена попросила мужа завернуть лампочку в квартире. А он с порога сразу так обрадовался, что жена жене приятно сделать. И пошёл прямо в ботинках грязных заворачивать лампочку. Встал на стул, и жена говорит, ты бы хоть и газетку постелил. Он говорит, спасибо, милый, я и так достану. Праздное мышление. И как вместе жить, когда вы говорите, причины возникновения конфликтов между мужчиной и женщиной. И у меня возникает встречный вопрос. Какие причины, чтобы они не возникали? Есть такие причины, чтобы они не возникали? Люди разные абсолютно. Вот то, что одному счастье, другому аскеза. Вы думаете, женщина легко мужчине? Все время, да ты моя дорогая, да ты такая нежно разговариваешь. Я так тебя люблю. И все прочее. Вот так вот. Легко мужчине? Они же так разговаривали. А надо? А надо? Вы же хотите, да? Как вас зовут? Танечка. Танечка такая красивая, хорошая такая. Давайте он. Танечка. Танечка. Она даже не может сказать ничего. Так приятно, она даже не может ничего сказать. Ладно, давайте песню послушаем. Итак, женщина сначала от мужчины хочет того, чего у него нет. А потом только хочет то, что у него есть. И в этом есть причина. Причина заключается в том, что когда женщина, она по природе нежная, ласковая. Она добрая по природе. Она заботливая. Она говорит простые и глупые слова. Мужчина не понимает этого всего. И если сердца соединяются, то когда человек благодарен, он что человеку дает в первую очередь? Если тебе что-то человек дал, ты в первую очередь ему даешь то, что он тебе дал. У меня разок была такая ситуация. Давно-давно я лечил травами, так прикладывал травы. И один ребенок, он весь был просто, весь как наждачка. Вот такой вот. Всем есть коркой покрытой. Ему было полтора года. Он не знал, что такое здоровая кожа. Он постоянно чесался. Я им поставил травы, когда подобрал, то у него сразу кожа побледнела тут же и прошел зуд. И он такой стоит, вот так смотрит, такой трогает себя. Он вообще не знал, что оно не чешется, вот это все хозяйство. Вот. И он потом смотрел на себя, на эти травы. И потом, знаете, что он сделал? Он взял эту тарелку с травой, пошел и мне подарил ее. Потому что это самое лучшее, что у него есть, он отблагодарил просто. Понимаете? Это так человек устроен. И когда мужчина влюбляется в женщину, в него входит от женщины что? Что происходит? В него входит нежность, ласка, забота, внимание, доброта. Входит в мужчину, от женщины. И он естественно начинает с ней так себя вести. Нежно, ласково, заботливо. Это не потому что он такой по природе, а потому что он отражает ее качество. И так женщина, ей Бог дал как бы с самого рождения такое интуитивное чувство, что если мужчина так себя ведет, значит любит. Она это знает, чувствует, что она этого ждет. Прежде всего вот этого ждет, потому что если нет любви, зачем жить человеку? А как определить, что есть любовь? А он отражает тебя. Он тебя видит и тебя отражает. Сначала зеркало. Нужно зеркало. И поэтому люди ищут это зеркало. Мужчина, допустим, как он устроен? Мужчина, он по природе очень ответственный человек. Он очень вдохновленный, ответственный по природе человек. И он очень послушный. Скажешь, как послушный. Ну вот, допустим, там в армии. Равняйся, смирно. Мужчина, да? Нормально. Шагом, марш. Раз, два. В атаку. А не раз пошли. Человек жизнь свою отдает. Ура. Понимаете? Ты послушный человек очень. Мужчина. Женщина, ровняйся. Смирно. Шагом, марш. Шагом, марш. Шагом, она непослушная по природе. Не будет она слушаться никаких приказов никогда женщины. так но она влюбляется когда если она как смотрит она такая смотрит такая послушная не они маскируются она отражает мужчину и он когда видит такое отражение дум господи какая хорошая я спрашиваю а тебе летчики нравится а вот женщина она если кого-то любит то они сразу все нравится все и она не летчики нравится очень такая как раз нужно я же постоянно летаю если летчики нравится значит не подходит она об этом раньше вообще даже не думал нравится и летчики или нет мама я за летчиком пойду летчик высоко влетает много денег получать но она не думала об этом просто наш женская природа такая что она любит то ей все в целом и нравится вот если она любит все нравится в этом человеке чем он занимается совсем согласна мужчина думает она думает что это ее позиция жизненная но она даже не думала об этом что и летчике нравится никогда она просто слушает он говорит ты знаешь как летать в небе надо машину вот так развернуть почему интересно потому что она чувствует часто и приятно просто очень она ей нравится то что мне нравится значит мы одинаковые и он сразу же мой человек все отлично отлично вот так очень обновляется ну то есть мужчина хочет того что он но сам такой мужчина от женщины хочет вот это вот есть товарищ командир и женщина так себя ведет когда она двигается на там хорошая какая совсем согласна вот почему она отражает его мужчину его качество мужские женщина этого нет женщина вообще непослушное существо приказывать ей нельзя потом-то это уже пельна вот это спадает мужчина думать часто она он скажет она там мой дорогой она говорит нет такой нифига себе откуда это взялось так это всегда и было ничего тогда женщины делать если она все мне нет нет вот чё с ней делать она конечно с ней не хотела бы мог ты моя дорогая приготовить мне обед если ты сказал не совсем нежно и ласково только она как ответит не хотела бы и пойдет готовится почему она так ответит потому что она скажет нежности не хватило тебе своем вопросе то есть учили девушка связался учись правильному поведению иди себя аккуратно с ней по-доброму нежно вдохновляя ее своими словами и и чё-то не так девушки говорю так все так мужчину тоже надо вдохновлять или нужно нужно конечно нужно как его вдохновлять надо говорить вот допустим вы считаете что неплохая зарплата как надо говорить чё у меня плохо что ли я не так пошел как ишак и уже домой по пределу добрые мои женщины надо сказать ему да ты молодец вообще ты так стараешься вообще молодец так стараюсь если вы хотите чтобы зарплата больше была надо сначала понять вот вот представляете человек состоит из огня ну такой фантастический фильм огненный человек он дотрагивается до чего-то он не знает об этом что он за меня он дотрагивается до чего-то раз это сгорает предмет чуть не повезло раз до другого тратится опять сгорает женщина соткана из влияния мужчина из поступков женщину тебя такая слабая ну чё я сделала сказал ему что ты бездельник он смотрит она вообще работать перестал чай не пил какая сила чай попил вообще ослаб она ему сказал ты бездельник просто и вообще работать перестал она связывает одно с другим нет а женщина вообще знает о своей силе женщина знает о чужой женщине силе о своей не знает она вот знает что если вот эта девушка еще раз на моего мужа посмотрит то у него сорвет крышу поэтому на раз как-то так делает так чтобы он туда не смотрел в ту сторону она как-то его под ручку и давай давай в сторону почему потому что она знает осилить другой женщины а чё у вас такой же силы нет только у нее есть силу это что за сила это сила влияния вы же не подбегаете к парню не говорите ему слушай посмотри на меня отлюбись меня бери меня замуж так не делаете вообще ничего не делать вы просто идете так все почему вы так отворачивались вот так раз и отвернуть почему потому что если вы посмотрите вот так как он вообще свалится нафиг и сдохнет не разный в сердце будет это бог вас научил аккуратненько обращаться этой энергией немножко посмотрел отвернулась то влияние понимаете от женщины идет сила и это сила она дает рождение детям это влияние она дает смерть это женщина все боятся смерть это женщина это женщина это ангел в женском теле и несколько раз видел как она подходит к людям и все дальше суши весла женщина любовница тоже женщина которую водит к мужа и все у него крышу срывает он забывает что он убил детей любил жену забывает про все как бы отношение процесс бывает человек а женщина делает или нет то есть у женщины есть сила до сила называется влияние теперь как это электрическую энергию в мирных целях надо использовать знать нужно знать что если ты мужу говоришь тебя маленькая зарплата то вы вводите в него силу мужчина он вот допустим вот смотрите как влияние происходит вот вот замечали школе допустим одни мальчики допустим на переменке там что-то бегают тут что-то делают одна девочка заходит одна всего они также будут себя вести или нет они все сразу такие начинают соревноваться между собой сразу показывают силу своих такие сразу хорошие такие все становятся или очень плохие набор ну что-то меняется у них внутри влияние идет влияние если ты хочешь чтобы он больше денег приносил тебе надо сначала сильно помолиться 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 сильно на и получить знание о том что если женщина переваривать судьбу а это же моя судьба мой муж она переваривает судьбу и потом уже с переваренный в итоге этот шаг пропасть такой уже с переваренным сердцем судьбой такой говорит мой хороший ты так стараешься вообще я так благодарна тебе что ты стараешься больше денег зарабатывать так классно что ты стараешься я уверен что у тебя будет больше зарплаты со временем я уверен не думаю об этом тебя все будет хорошо называется благословение и когда женщина такая смелая вот так она может говорить то это означает что так и будет вот если взять успешных успешный мужчин все одна женщина ко мне все время говорила подходил горит мой муж не работает он такой вообще как бы все время жаловалась на него и как-то мы с ней встретились обрину как это твой дурачок поживает она такая у меня вообще классный муж он еще не работал уже как бы на пути почти уже устроился вообще он классный я смотрю все она убедилась если бы потом все пошел развиваться сразу потому что влияние пошло правильное правильное влияние от женщины пошло все и сразу укрепнет сразу лучше лучше крепче становится то есть сила мужская это сила поступков действия мужчина действующий началом действует мужчина если он так устроен что если он не достигает своей цели он сгорает у него психика разрушается поэтому мужчина должен изучать как всегда добиваться своих целей никогда не быть таким побежденным надо стремиться всегда учиться этому часто большинство людей не знают что их способы действовать неправильно вот допустим часто люди думают что действия ну то чтобы много денег было надо работать просто больше работ надо получить образование это глупое мышление чтобы было много денег надо качество развить себе качество вот есть допустим ответственность это качество трудолюбие качество уважительное отношение к старшим это качество дальше способность видеть недостатки людей вот кого ты на работу будешь себе брать должен видеть это качество способность видеть людей это качество Проницательность, ведение бизнеса, способность видеть, где опасность, где нет, это качество, они все развиваются. Это не то, что это есть или этого нет, как некоторые. Нет, это все развивается. Все качества, связанные с волей, развиваются с помощью длительного непрерывного движения. Все волевые факторы, вот все, что им надо, с волей связаны. Все это от длительного непрерывного движения. От неподвижного положения тела, когда человек по тоске совершать не двигается, у него развивается терпение, самообладание, оценка правильная, трезвость, принятие судьбы, способность не обижаться, не гневаться, быть спокойным, сдержанным. Это все развивается в неподвижном положении тела. От поста на воде развивается оптимизм. Все хорошо, идем ко дну! Этот лом, помните? Беда, корабль, беда. Вот там лом. Он себя думал о позитиве. Как у вас? Все хорошо, идем ко дну! Все у него, поэтому все получалось, потому что он позитивный, позитивчик такой всегда был. Это мужская природа развивается постолом или солнцем, когда на солнце человек умеет долго находиться. Он от солнца получает вот эту жизнерадостность, позитивное мышление. Женщина может вдохновлять мужчину. У нее такая сила, от нее есть свой вдохновляющий. Мужчина может женщину сделать красивой. Допустим, мужчина, он по своей природе невнимательный. Если женщина наденет противоказ, муж с работы встретит, спрашивает, что у меня в лице извинилось. Он будет смотреть, смотреть, скажет, что дрови, брови повыщипывали, что ли? Вот, он не поймет, что к ним делать. У меня жена встретила разок в очень красивом платье. Вот истинный крест, вам говорю, так было. Очень красиво с платьем меня встретило. Я смотрю такой, моя дорогая, у тебя такое прекрасное платье. Я никогда на тебе его не видел. Очень красивое. Она говорит, да, я согласна, что очень красивое. Ты мне его на свадьбу подарил. Она у меня давно висела просто, ты забыл уже. Прикольно же, да? Я платье же не на свадьбу подарил, я забыл, как она выглядит. И удивился сильно. А вот это мужчина вообще, как бы, невнимательный по природе. Невнимательный. Но если мужчина знание, имеет знание просто, что надо, когда жену видишь, надо удивляться всегда. Я вот жену, когда вижу, всегда удивляюсь ей. Вот так вот удивляюсь. Иногда, когда я, у нас дом свой, и когда она, чтобы зайти на порог, она должна мимо окна моего пройти, где я работаю, она проходит мимо окна, я быстренько бегу к порогу, она включила, дверь открывает, я стою там такой. Она говорит, ты что? Я говорю, я жду тебя. Давно, я говорю. Как ушла-то? И она знает, что я не жду, я что прибежал. Каждый раз она все время очень радуется, когда я так делаю. Один раз я говорил по телефону, и забыл прибежать. Вернее, я просто не заметил, как она прошла. И она зашла такая, кричит. Ты где? Ты почему меня не ждешь? Так сильно расстроилась. Я говорю, так я ждал, просто вот у меня позвонок, позвонили, я убежал, он под телефоном говорит. Она, ладно, хорошо. Мы об этом еще поговорим. Любовь – это игра. Люди думают, что надо быть серьезным в отношениях. Ты серьезно? Очень серьезно. Это глупо. Но мы потом поговорим, это очень сложная тема для понимания. Многие люди вообще не понимают этого всего. Любовь не может в серьезных отношениях, если вы начинаете все драматизировать. «Да ты почему так сказал?» Тогда все, счастья не будет в отношениях. То есть женщине надо показывать, что она красивая все время, удивляться ей, радоваться всему, что она делает. И она тогда становится красивее еще. Потом еще красивее. Потом еще красивее. Она будет хорошеть прямо на глазах. Мужчина, если вот так все время радуется жене, счастье так, ну как бы, ну, вы скажете, ну если красивая, так понятно, что будешь радоваться, Олег Геннадьевич. Да нет, это просто и чувство долга надо делать. Понятно, что девушки, они молодеют, а жена стареет все время. Но надо еще что-то толку это делать, надо радоваться своей жене. И тогда она будет всегда красивой, счастливой, жизнерадостной. Это мы говорим с вами о чем? Об обязанностях человека. Что есть обязанности. И причина конфликтов в отношении заключается в том, что люди ждут друг от друга, а знания-то нет. Мужчина ждет своего, он женщине не дает то, что ей надо, потому что у нее нет знаний. Он не знает, что с ней надо, лежно, ласково, а мучение-то аскеза. Женщине, допустим, все время, да, мы хорошие, это жуткая аскеза вообще. Потому что женщина, это как, как стекло, на котором видно каждое пятнышко. Это что за стекло такое? Это стекло, которое высвечивает все неправильное в мужик. Вот кто видит все до тонкости, до мелочей, недостатки человека? Мужчины, кто видит? Да, до мелочей, да подробно, подробно, все. Она знает, все недостатки мужа, жена, знания. И ей при этом надо говорить, да, мой хороший. Ну, здрасте, с Новым годом. Что значит, да, мой хороший? Если у него куча недостатков, я должна с ним соглашаться, Олег Геннадьевич? Да, должна соглашаться, иначе недостатков будет еще больше. Вот если вы соглашаетесь, да, мой хороший, то что произойдет дальше? На пьедестал может встать. На пьедестал встанет. Не может, а встанет обязательно. Что значит может? Нигде никакой грани нет. Никакой, нет, все правильно вы говорите. Вы, наверное, так начали делать и увидели, он такой, вы спрашиваете, а почему ты как думаешь, почему вот такая вкусная у нас пища дома? Он скажет, я знаю почему, я к астрологу ходил, он говорит, мне покарм не положено. Потому что пошел ты нафиг, ты сейчас покарм не положено. Готовь себе сам тебе покарм не положено. Встанет обязательно. Потому что любовь имеет стадии. Первая стадия балования или служения, забота. каждый человек, когда о нем заботится, он обязательно наглеет. Вот вы меня встретили очень нежно, очень ласково. И как эти все, там, и белые медведи, там, и все. Вы что думаете, я не обнаглею? Вот смотрите, я уже сел повыше, я уже обнаглел. Но когда человека любишь, то нормально, пускай немножко пообнаглеет, ничего страшного. Ну, нормально. Мои хорошие, попытайтесь понять, вам все равно придется пройти все этапы любви. Первый этап это взращивание благодарности в сердце человека. Он должен почувствовать себя очень хорошо, с тобой, вот должно расслабить. Немножко как бы Остапа понесло. Вот. Немножко должно понести человек, понимаете, чуть-чуть. А потом дальше, второй этап, есть две грани любви. Первая грань это забота, а вторая строгость. И вот здесь все боятся, потому что строгость это очень сложно. Надо уже реально напрягаться. Видите, какой хороший мальчик. свиньедный такой. Очень сложно. Люди боятся делать приятное человеку, чтобы он не обнаглел. а как тогда жить? Приятно не делать человеку тогда что, где любовь тогда? Вот ваши дети, когда вы балуете, они что, не наглеют? Вот вы не любите детей, они не наглеют. Но это жизнь. Нет. Вам сначала надо детей любить, они балуются, потом дальше вы строгость проявляете. они становятся лучше. И так идет процесс взаимоотношений. Две грани. Одна грань притяжения, другая отдаление. Две грани любви. Встреча, разлука. Если только встреча, любовь будет, нужна разлука. Если только разлука, любовь будет, нужна встреча. это любовь. Встреча, разлука, любовь. Баловать проявляет строгость. То же самое. Встреча, строгость в отношениях означает отдаление. Строгость не означает зверей. Я типа ягненок такой тигр. Нет. Встреча, разлука, ближе, дальше, ближе, дальше. Вот это любовь. Надо учиться. Некоторые не могут приближаться, бояться человека. Некоторые не могут отдаляться. сильно привязаны. Тогда не будет любви. Или человек только наглеет, или человек становится обиженным, недовольным, что не проявляют внимания, забот. Другие наглеют, слишком много внимания. А любовь означает всегда баланс между двумя этими вещами. Но это чуть позже я поговорю. Итак, мы говорим сейчас об обязанностях человека. Что такое обязанности? Это такие способы поведения, которые увеличивают любовь. Потому что любовь состоит из ожидания. Человек ждет. Представьте, допустим, пришла жена с работы. пирожки пирожки с яблоками. Она манты. Манты может быть круче, конечно, но он ждал пирожки с яблоками. И что такое обязанности? Обязанность означает знать, что человеку нужно, чтобы он был счастлив. Вот это обязанность заключается. Если ты думаешь, что женщине надо равнять смирно все время, то она не будет счастлива, ей нужна нежность, добра, и такое ласковое поведение. А это унижает мужчину. Мужчина думает, что я пришел на лекцию, мне расскажут, что я должен быть подкаблучником, что ли? Нет. Дома веды говорят, дома как ягненок мужчина себя ведет, дома как ягненок, а в социуме как лев, как лев, он такой храбрый, а домой приходит такой, моя дорогая. Вот это так надо себя вести. Мужчина дома как ягненок женой, а в обществе как лев сильный, храбрый. Вот правильно мужчина должен так совесть. Лев с убийцей сидят. Сидят и такие не разговаривают. Какое-то время сидят и убийца поворачиваются. Ну что, прощения будешь просить или нет? Вот такой сейчас я соберусь силами. Хорошо, подождем. Спят еще какое-то время. Ну что? Он такой прости меня, дорогая, что ты меня укусила. знаете, почему вы смеетесь? Меченые сильно смеются. потому что именно этого от мужчин они и хотят. Мужчина должен быть смелым очень. Вот смелость в отношении к женщиной это ну не давать ей показывать что в виду что она что-то там накомячила сама. У меня жена допустим а-а-а-а-а я такой а-а-а-а-а-а-а все я попыше в свою комнату что долго терпеть не сможешь проходит час она такая я наверное слишком эмоционально себя вела с тобой и что мужчина должен ответить Владимир, давай, отдыхай, отдыхай, ну, давай. Нет, конечно. Вот, молодец, надо сказать. Да, я даже не заметил. Колокольчик засенел, значит, я сказал правильно. Хорошо, мужчины все напрягаются. А вот так вот, это любовь. Итак, мы изучаем. Любовь складывается из обязанностей. И обязанности надо выполнять, зная, что близкий человек обнаглеет. Вот, допустим, если ты готовишь очень хорошо, классно, знает, что придет время, и он перестанет удивляться, к воде. И он просто пожрал, и все. И сказал, что-то ты не досолила все. Жрал, жрал, ел, как бы все там. Кучу наготовил. Вообще четыре часа пахало. Что-то не досоленое. Приехали. Все. С этого момента обязанностью является уже дистанция. Не надо говорить тебе, да как ты вообще маг? Надо ждать, что он обнаглеет. Каждый человек наглеет. Или женщина, допустим, моя дорогая, там ля-ля, тру-ля-ля. И она такая. Ну, ты понимаешь, какая красивая тебе досталась вообще или нет? Что? Постоянно. Постоянно. Мужская боль вышла наружу. Постоянно. Ну, будет говорить комплименты, комплименты. А потом, когда после комплиментов… Обратно? Обратно? Ничего. Мой хороший. Сейчас вдыхайте, выдыхайте, все нормально. Идет процесс. Экция для слабонервных. Все серьезно. Вот. Итак. Строгость. Ну, что такое строгость? Обижаться нельзя. Бежаться нельзя. Я недавно консультировал семейную пару, и женщина, ну как мужчина, как бы говорит, Олег Иванович, у меня разрушилась семья, жена изменила, сейчас с другим, у нас трое детей, дети с ней, я ее люблю, не знаю, что делать. Все, ситуация критическая в моей жизни. Хочу вернуть жену. Я говорю, вы готовы платить цену? Он говорит, какую? Я говорю, цена, ваше принятие того, что произошло, что вы будете меняться, стараться, вот вы готовы? Он говорит, я готов. Я говорю, тогда мы с вами заканчиваем сейчас консультацию, завтра с женой вы сюда придете. Он говорит, она, да, слушает ваши лекции, сама спрашивала, ты как бы с ним будешь говорить, а чего без меня? Они уже расстались, все, она живет с другим. И вот они сели вместе. Я им говорю, а ты знаешь, что разные бывают измены? Вот знаешь, как она тебе изменила вообще? Он говорит, ну как, в трехалости я изменила? Я говорю, нет. Она такая раз, такая, сразу смотрит на меня. Я говорю, сейчас я расскажу, как было дело. Я говорю, ты все время обиженный ходил, чуть что-никак обижаешься, она уже не может вообще смотреть на это все, бросить тебя тоже не может. А в лекциях Олег Геннадьевич сказал, что если изменить, то все разрушается отношения. И она думает, ну я уже не могу так жить, все, я устала уже от таких, а постоянно обиженной физиономии этой, я уже не знаю, что делать. И она такая думает, наверное, надо изменить. И просто вот, а ей не нужен сто лет какой-то человек еще, просто она уже не может, уже устала. И она пошла изменять, изменила. Я говорю, вот так ситуация была. Он такой поворачивается к ней. Что, правда говорит? Она говорит, да. Мужчина не имеет права быть обиженным. Это разрушает семью сразу. Он говорит, а как реагировать? Я говорю, ты имеешь право на дистанцию. Мужчина как скала. Женщина как волны. Она волны на скалу. Со скалой что-то происходит, нет? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова